Устал ждать свой золотой билет? Не жди! Найди его на сайте SkyCard! Все просто! Нужно всего лишь выбрать режим и стереть одинаковые карточки. Сайт имеет кучу положительных отзывов от реальных людей, которые уже успели забрать свой куш. А также моментальные выплаты на все платежные системы. Регистрируйся по ссылке снизу сейчас и получай бонус к первому депозиту. SkyCard – твой золотой билет! Йоу, пиплы! И наконец-то вы дождались этого. Я наконец-то соизволил выпустить вторую часть «Наруто. Реинкарнация мудреца шести путей». Да, я знаю, что должен был выпустить ее еще пару месяцев назад. Прошу меня простить за это. За выпуск этой части вы должны поблагодарить Евгения, ведь именно он поспособствовал тому, чтобы я продолжил этот сюжет. Для того, чтобы вышла третья часть, нам нужно собрать 2000 рублей. Знаю, что вы скажете, но мне, как и вам, хочется кушать, так что понимайте это как хотите. Приятного просмотра! Прошла уже неделя после того, как третий Хокаги Хирузен Сарутоби открыл всем жителям правду о происхождении Наруто и то, что его теперь защищает сам Девятихвостый. Многие отреагировали по-разному. Некоторые отказывались в это верить и обвиняли Хирузена во лжи. Другие искренне раскаялись в том, что все эти годы портили жизнь ребенка, который стал жертвой обстоятельств. Но, как и первые, впоследствии приняли правду. Вторые все равно боялись подойти к Наруто, зная то, что в нем не просто запчатан сильнейший Биджу, но и то, что этот Биджу его защищает. Фугаку хотел, чтобы Наруто был в курсе всех дел клана Учих, поэтому брал мальчишку на каждое собрание. После очередного собрания Учих, Наруто направлялся домой. Как неожиданно с ним заговорил Девятихвостый. «Слушай, Наруто, я надеюсь, ты помнишь, что ни в коем случае ты не должен показывать свой ринеган». «Да, но Фугаку-сан и его семья так добры ко мне. Может, хоть им расскажем?» «Хмм, ну что же, раз ты им так сильно доверяешь, то не смею тебя останавливать». «Мне все равно, пора бы уже рассказать вам, кто является реинкарнацией брата-мудреца». Войдя в дом, Узумаки заметил, как перед ним встала Микота. Женщина отчитала мальчика за то, что он совсем один направлялся ночью домой. Пусть люди и перестали издеваться над мальчиком, это не означает, что кто-нибудь втайне не попытается его убить. Особенно тогда, когда они узнали, что Наруто дружит с лисом. Устевшись за стол, Наруто молча принялся употреблять пищу. Вся семья осмотрела на блондина с недоумением. На лице мальчика явно было беспокойство. Когда Фугаку собирался наконец-то спросить, в чем дело, Наруто неожиданно начал диалог. «Фугаку-сан, вы что-нибудь знаете о ринегане?» Слова этого юноши поразили главу клана Учих. Он не понимал, откуда мальчику известно об этом Дадзюцу, ведь даже среди Учих о нем знают не все. Немного придя в себя, Фугаку рассказал, что по легендам ринеган считался глазами бога. Человек, получивший силу этих глаз, может стать как спасителем мира, так и его разрушителем. Наруто пришел в удивление от слов своего приемного отца, ведь он понимал, какая ответственность лежит на его плечах. Через минуту полной тишины с Наруто заговорил Саске. «С чего такие вопросы, Наруто? Неужели хочешь когда-нибудь заполучить эту силу?» «Да, собственно, я уже и владею, как бы». После своих слов, Узумаки активировал ринеган в своих глазах. Фугаку чуть инфаркт не хватил, когда он увидел эти глаза. Микота также была сильно шокирована этому. Саске тоже немного удивился, однако не так, как его родители. Вновь придя в себя, Фугаку сказал, что Наруто ни за что не должен показывать эти глаза на людях, даже среди членов клана Учих. Объяснил он это тем, что хоть Учихи осталось мало, многие все еще косым взглядом смотрят на Каноху. А если они узнают, что приемный сын Фугаку владеет глазами бога, они либо попробуют забрать эту мощь у Наруто через силу, либо попытаются настроить мальчика против деревни. В доме Саске вновь воцарилась тишина, но ее прервал Курама, появившийся в виде головы лиса, состоящей из чакры. «Послушай, Фугаку, то, что ты только что сказал, это правда, но лучше приготовься, ведь следующие мои слова перевернут твою жизнь раз и навсегда. Твой младший сын является реинкарнацией брата-мудреца Шести Бутей, и против ты или нет, я должен передать ему его силу». Пока Фугаку впитывал в себя все услышанное, помимо головы лиса, появилась еще и лапа. Прикоснувшись к лапу Саске, у юноши также произошли изменения в глазах. Как и у Наруто, у него сначала появился Мангиоку, потом Вечный Мангиоку, а затем и Ринаган. По лицу родителей Саске было видно, что они в полном недоумении и не могут выдавить из себя и слова. А Саске же не до конца понимал, что только что произошло, но одно он знал точно. Как только лис коснулся его, в Учихе проснулась неведомая сила. Не сказав и слова, Фугаку встал и подошел к шкафу, висящему возле раковины. Открыв одну из дверей шкафа, он достал саке и просто уселся обратно. Налив себе и своей жене по стаканчику, они выпили, после чего Фугаку сказал, что всей душой рад за этих юнцов, особенно за Саске. Раз у него появилась такая сила, то возможно клану Чехи еще возможно спасти и сделать из него что-то прекрасное. Избавиться от ненависти, а самое главное, вернуть его старшего сына домой. На следующий день Фугаку и Микото наконец-то переварили в себе все происходящее. Пока Микото отправилась за покупками в магазин, Фугаку взял с собой Наруто и Саске и отправился к озеру, к которому он всегда приходил с младшим сыном, дабы научить его использовать стихию огня. А глядевшись по сторонам, он понял, что народу совсем нет, поэтому он начал говорить всерьез. Фугаку велел этим двоим после окончания Академии покинуть Каноху и разыскать Итачи. Разумеется, сам глава Учих и его супруга пойдут с ними. Наруто и Саске не понимал, зачем им нужно покидать Каноху. Фугаку же ответил, что он уже давно заметил, как к Учихам приставили специальный отряд Анбу, дабы следить за Наруто. И Анбу эти вовсе не подчиненные Хакаги. Они из корня, которым руководит Данзо. Старший Учиха рассказал, что Данзо всегда пытался заполучить силу их клана. А теперь, когда Фугаку забрал у него единственную возможность получить силу Учих в виде Наруто, он затаил на них злобу. Через пару минут из ниоткуда появился Хирузен и подтвердил слова Фугаку. Саске сказал, что нужно просто заставить Данзо оставить эти мысли. Но Хакаги сказал, что это невозможно. Единственный способ прервать планы Данзо, это убить его. Перед нашими героями вновь появился Курама и сказал, что способ прервать планы главы корня все же есть. Но для этого им понадобится найти лишь Итачи. Наруто очень долго молчал, но его терпение лопнуло. Активировав Шеринган, Узумаки создал огромный огненный шар, который выпустил прямо в озеро. После чего резко активировал Мангёку и использовал одновременно две его способности. Первая увеличила его технику в 10 раз, а вторая остановила время вокруг этой техники. Фугаку и остальные поразились этому. Наруто никогда не показывал таких эмоций, а тут вдруг они прям чувствовали его злобу. Протянув руку вперед, Узумаки сжал ее, а вместе с ней и сжался сам огненный шар. А когда он разжал руку, прогремел огромный взрыв. Все были в еще большем удивлении, а группа Анбу, Корня, которая наблюдала за всем происходящим из тайного убежища, устрашились в такой силе. На миг они прочувствовали на себе разрушительность такой техники. Они поняли лишь одно. Если Наруто научится управлять такой силой, у Корня не будет ни единого шанса против него. Когда блондин успокоился, перед ними вновь появилась голова Курамы. Сейчас была лишь крупица того, что может Наруто. Так что те клоуны, что за нами наблюдают, передадут дан за все в деталях. И если этому старику дорога его жизнь, он прервет свои планы на некоторое время. Что это только что было? Я уверен, что даже сила Ринэгана на такое не способна. Ошибаешься. Это была лишь сила его Мангёку Ширингана и способность управлять размерами молекул. Также, мой джинчурики может управлять пространством и гравитацией. Это и есть часть силы Мудреца Шести Путей. Услышав эти слова, Хирузен не знал, как ему на это отреагировать. Он, конечно, всегда знал, что сын Минато станет сильным и выдающимся шиноби. Но чтобы настолько, Курама также подметил, что у Саски способности ничуть не хуже. И уже очень скоро он сможет их продемонстрировать. Вернувшись в свой дом, Наруто рухнул на диван и отключился. Фугаку понял, что Узумаки использовал такую силу в порыве эмоций. И сам не заметил, как исцратил всю чакру. Перенеся Наруто в его комнату, глава очих спустился на кухню, дабы попить чая. К этому времени домой уже вернулась Микота. Она спросила, что это был за шум часом ранее. Немного помолчав, Фугаку ответил, что Наруто всего лишь продемонстрировал часть своих сил. На следующий день, за утренним обедом, Фугаку сказал, что уже через неделю Наруто и Саски поступят в Академию. Поэтому он ждет от них хороших результатов. Из-за всей этой шумихи, Наруто совсем забыл, что ему нужно готовиться к поступлению в Академию. Однако Курама сказал, что бояться нечего, так как помимо силы мудреца, Блодин получил и его знания, которые помогут ему стать лучшим в Академии. Через неделю юноша уже стоял возле входа в свой класс. Зайдя туда, девчонки тут же начали орать, какой Саски красавчик, а Наруто ничтожество. Тяжело вздохнув, Наруто прошел к партии и просто уселся, и стал пялиться в окно. Через полчаса в класс вошел их преподаватель и представился как у Мина и Рука. Все дети также начали представляться и рассказывать, какими сильными они станут в будущем. Наруто и Саски же в этот момент просто продолжали пялиться в облака. Когда очередь дошла до них, первым представился Саски, и все девчонки в классе снова начали вопить от счастья. Блондин же представился проще всех. Он сказал, что его зовут Наруто Узумаки или же Учиха. Свои мечты он не стал рассказывать и о планах на будущее также умолчал. Когда он закончил говорить, весь класс громко засмеялся и сказал, что из него никудышный Учиха. Он даже не принадлежит к их роду. Однако, Наруто вышел в центр класса и активировал Ширинган. Думаю, нам стоит прояснить пару вещей. Судя по вашему поведению, вы все кучка идиотов, способных только красивыми фразочками кидаться. Так что следите за своим языком. Закончив свою речь, Узумаки уселся на место и опять начал смотреть на облака. Саски же ухмыльнулся и подтвердил слова Наруто. Таким образом, прошел их первый день в Академии. На следующий день, никто уже даже не мог посмотреть в сторону Узумаки, так как попросту боялись его. Но нашелся один человек, который подошел к нему и предложил дружить. Им был Шикамару Нара. Ну, думаю, на этом мы остановимся. Пишите свое мнение по поводу этой части в комментарии. Также, не забывайте про лайки и подписку на канал. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok